Искренними эмоциями радости и сопереживания наполнены эти дни для каждого белоруса, кто принимает участие в марафоне добрых дел. В эти предпраздничные дни воспитанникам социальных центров, приютов, детских домов мы дарим подарки, внимание, заботу. Это наши дети. И вот новые точки в маршруте благотворительного марафона. Придумал, что будем с тобой рисовать? Ёлку. Ёлку? Давай рисовать ёлку. А писать, скажи, уже умеешь? Да, я что-то умею писать. Только пока именно. А как же ты тогда Деду Морозу письмо писал? Это же меня сестра писала. И попросил шестилетней Косте игрушку, которую можно обнимать, как о многом это говорит. Еще летом переехал в социально-педагогический центр с приютом. И снова, хочется верить временного дома в Ленинском районе Минска, впервые пошел в школу. Пока рисует ёлку, вспоминает, как любил встречать Новый год всей семьей. Он и здесь живет вместе с сестрой, ей 10. Навещает и старший брат, уже студент. А родители? Схожая история у всех 18 ребят приюта. В нашем учреждении воспитываются дети, которые отобраны из неблагополучных семей. Ребенка помещают в наше учреждение, где царит атмосфера детства, радости. А родители тем временем, с нашей помощью и с помощью иных субъектов профилактики преодолевают те проблемы, которые есть. Исполнение главных желаний этих ребят от старших, которым 15, до самого младшего, ему 4, зависит лишь от их родителей. Но в эти праздничные дни они не остаются без заботы и внимания. Возле новогодней ёлки хороводы водили вместе с сенаторами. Советом Республики у Центра уже многолетняя дружба. Бывают друг у друга в гостях. В этот раз ребятам вручили сертификат на компьютерную технику. И сладкие презенты для каждого. Мы взяли для себя за правило всякий раз встречаться здесь, в этом педагогическом центре с ребятами, чтобы услышать о том, какие у них мечты, чем они хотят заниматься в этой жизни. И очень важно, что в нашей стране достаточно много людей, которые делают всё для того, чтобы не только работать в таких центрах, но и забирать этих деток и воспитывать их, давать им образование, давать им тепло своей души. 18 ребят, которые остались без попечения родителей и в Оршанском социально-педагогическом центре. Вместе с педагогами, заботой маленьких белорусов окружили и шефы – Министерство обороны Беларуси. Наша ёлочка! Спасибо за то, что такой красивый и веселый устроили праздник. Поздравляю всех-всех деток в этом мире с Новым годом. Желаю всем детям добра, счастья, здоровья и чтобы встретили Новый год со своими родителями. В этом году военные помогли сделать в учреждении ремонт, а сегодня с подарками – сертификатами на бытовую технику и сладостями. Сегодня тысячи военнослужащих, вооружённых сил присоединились к этой акции и ходят, поздравляют детей, дарят им подарки. Конечно же, пожелать радости и чтобы, конечно, было мирное небо над головой, чтобы никто не посмел забрать радость детства у наших детей. Ну а мы, взрослые, должны это обеспечить и сделать. И наша Белтеля радиокомпания не только душевно освещает самый трогательный новогодний марафон, но ещё и сама присоединяется. Телевизионщики навестили Улуковскую спецшколу-интернат с подарками и новогодним настроением. В подшефном учреждении обучается 143 воспитанника, большая часть из них – сироты. Они растут без материнской любви, но сколько добра в их пожеланиях. Я хочу, чтобы все люди радовались всё время, чтобы мир был добрым, чтобы исполняли все желания всех людей. Верю в волшебство, мы ездили в Беловесскую пущу. Там и животные видели, и даже Деда Мороза настоящего снегурочку видели. Я хочу Новый год, чтобы всё у меня получалось, чтобы у меня было хорошее будущее. Подарки от БТ, бытовая кухонная техника и многофункциональная сенсорная система, чтобы сделать учебный процесс более лёгким и увлекательным. Мы, конечно, с особым чувством приезжаем сюда. Каждый декабрь, много лет подряд, традиция неизменна. Мы общаемся с преподавателями, видим в классах знакомые лица, наблюдаем за тем, как дети растут, развиваются, как они свои навыки совершенствуют. У кого-то получается лучше, у кого-то чуть хуже. Но хочется верить, что все эти ребята справятся с теми трудностями, которые выпали на их судьбу. И все мы надеемся, что в том числе им в этом поможет и вот эта волшебная, прекрасная новогодняя атмосфера, атмосфера радости, добра и долгожданных новогодних подарков. Особый трепет в эти дни и к тем, кто только появился на свет. После двух дочек у Екатерины Самусевич родился долгожданный сын. Назвала Александром. Ну, это счастье для меня номер один. Хотя я работающая мама, я работаю всегда, в декрете тоже я не расслабляюсь. Но у меня дети всегда на первом плане. Когда много счастья не бывает, и когда счастье приходит, его нужно брать. С подарками для новорожденных в РНПЦ «Мать и дитя» приехал министр здравоохранения. С начала этого года здесь родились свыше трех тысяч мальчишек и девчонок. И самое важное для медиков – сохрани жизнь каждому. Система здравоохранения и служба охраны материнства детства есть чем гордиться, как и в прошлые годы. Очень низкие, достаточно низкие показатели медической смертности. Достаточно низкие, мы говорим о том, что это входит в десятку показателей в мире. ЭКО – те детки, которые появились на свет с помощью наших медицинских вспомогательных технологий, которые не могли решить эти проблемы. Ну, скажем так, естественным путем. Более тысячи детей появилось в стенах родильного дома. Благотворительный марафон будет дарить радость тем, кто в этом особенно нуждается, до 15 января. И название акции «Наши дети» красноречивее всего говорит о белорусах. Владислав Бондарь, Дарья Рачко, Андрей Ястребов и Наталья Игнатенко. Агентство теленовостей.